На Ринмарске межрайонным следственным отделом Следственного комитета по Архангельской области Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка, а также назначена экспертиза по установлению виновных лиц. Трагедия произошла 24 июля в поселке Нельминнос. По предварительной информации, малыш скончался из-за лопнувшего сосуда после падения на игрушку. Ребен упал в 8-м месячной с высоты, вероятнее всего родители пробовали, чтобы он ходил, он упал, упал, как оказалось неудачно, на игрушку ударился, наблюдался фельдшером, то есть на ночь, это произошло вечером, а ночью вызвали фельдшером на дом, медицинскую документацию. У меня вчера в субботу уезжали в центральную районную поликлинику с сотрудниками департамента в Нельминос, рассматривали. Еще один резонансный случай гибели ребенка произошел в начале июня. Тогда при транспортировке в Москву из окружной больницы умерла двухлетняя девочка. Расследование дела по факту гибели ребенка ведет Следственное управление Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому округу. Данное дело находится на особом контроле прокуратуры и главы региона Юрия Бездудного. Все эти, ну, совершенно вопиющие случаи, да, они должны быть не просто расследованы, а виновные в этом должны быть наказаны. А те, кто нарушает, ну, там, ну, вот вы говорили, что нарушено то, нарушено другое, ну, так отстраняйте их от работы. Ну, такая детская смертность, ну, что? У нас же не субъект-миллионник. Служебное расследование по данному делу завершено. По результатам служебной проверки и проверки Росздравнадзора в работе детской поликлиники Ненецкой окружной больницы выявлены нарушения по качеству оказания медицинской помощи и ее организации. По первому факту в адрес врача-педиатра вынесено дисциплинарное взыскание в форме выговора. Помимо нашей проверки, параллельно шли проверки Росздравнадзора, есть акт, соответствующий с их стороны, и есть заключение бюро судно-экспертизы по качеству оказания медицинской помощи, то там проблема в организации оказания медицинской помощи со стороны заведующей детской поликлиники. То есть во всех документах эта красная линия проходит. Как стало известно сегодня, приказом главного врача Ненецкой окружной больницы Алла Муратова освобождена от занимаемой должности заведующей детской поликлиникой.